Всем привет! Это проект «Люди равно Балакова», который посвящен предстоящему юбилею нашего города. Сто лет назад пожарная Каланча была самым высоким зданием Балакова, и огнеборцы, завидев где-то дым, сразу же выезжали на тушение возгорания. Прошел век, а пожарная часть все там же. Звук сирены, минута на сборы. У пожарных из 21-й части необходимое обмундирование всегда на готове. Четкими отработанными движениями огнеборцы за секунды облачаются в специальные костюмы и выезжают на вызов. У Сергея Копылова вся жизнь – это борьба с огнем. В пожарную часть он пришел совсем молодым. С трудоустройством по специальности у него не получилось. Время тогда было сложное, и работы почти не было, тем более для неопытных парней. И Сергей решил попытать счастье в этой нелегкой профессии. И Сергей, и его друзья, которые оказались в пожарной части, быстро влились в коллектив. Молодые пожарные прошли обучение и узнали о тонкостях тушения различных возгораний. Это сейчас, имея за плечами почти 30-летний стаж огнеборца, Сергей, заступая на дежурство, очень надеется на спокойную смену. Ведь каждый пожар – это самая настоящая трагедия. А в самом начале карьеры он ждал вызова. Молодому парню хотелось испытать свои силы. За 27 лет службы герой нашего сюжета чего только не тушил. «Раньше очень много горели подвалы. Наверное, помните, во всех пятиэтажках были вот эти сараи, подвалы. Они очень часто горели. Были сложные пожары, конечно, сложная планировка. Сейчас все подвалы закрыты. Гораздо меньше пожара стало, конечно. Сарай вот таких вот малоэтажных, хлопятников. Тоже раньше очень часто горели». Очень большие проблемы возникают при тушении частных домов. Если не приехать в течение 10 минут, то можно не успеть спасти строение. Особенно быстро и непредсказуемо горят деревянные здания. Сергей до сих пор вспоминает пожар в старой ветлечебнице. «По вызову приехали с караулом. Ну, видимо, идет дым там с кровли, с чердака. Мы с вином к ДЗС со стволом зашли. Разведка на втором этаже. Там небольшая дымка. Даже можно было без аппарата ходить. Открываем дверь одну и оттуда обратная тяга. Мы уже смотрели фильм. Тяга моментально заволокла все черным дымом. Моментально нулевая видимость. Мы оттуда кубарем с этого второго этажа. Приток воздуха пошел. Он до этого какое-то время развивался на чердаке пожар. Приток свежего воздуха, вот он моментально в течение пяти минут, там весь второй этаж уже огнем охвачен был. Начал шифер стрелять». Не менее опасны пожары в так называемых клопятниках. В этом случае проливать приходится все квартиры. «Если упустишь его, то там уже тяжело поймать. Он в простенках между полами. Там двойные полы, засыпки. Стены тоже двойные. Вот он здесь вроде пролил-пролил, он в простенках ушел в соседнюю комнату». Для зданий разной высоты свои методы тушения и спасения пострадавших из огня. Сергей Копылов говорит, что огнеборец должен быть спокоен во время работы и свою уверенность передать людям, оказавшимся в горящем помещении. Когда пожар случается в многоэтажках, то на вызов обязательно приезжает машина с автолестницей. И пожарные говорят, что ни разу не было такого случая, чтобы кто-то при спасении забоялся высоты. Сами пожарные тоже, кажется, ничего не боятся. Они смело шагают в огонь, взбираются на высотки, оказывают помощь пострадавшим. Но на самом деле это обычные люди, которые умеют справляться со своими страхами и понимают, что от них зависят жизни других. С опытом у них вырабатываются качества, которые характеризуют каждого огнеборца. Как и любой пожарный, Сергей Копылов не любит рассказывать о трагических случаях на своей работе. Они, конечно, случались, но гораздо больше на счету огнеборца истории с хорошим финалом. Успели, потушили, спасли. И герой нашего сюжета говорит, если бы ему удалось вернуться в прошлое, то он выбрал бы ту же самую профессию, чтобы укращать огненную стихию и спасать попавших в беду.